Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Перлин Владислав Абрамович. Вот мой почтовый адрес. Я в центре специалист веду курсы по Python, по базе данных по SQL и еще некоторые курсы по системному программированию. Но еще курс по библиотеке Qt. Ну то есть на разные темы. В данном случае я хотел бы с вами поговорить о такой довольно же потрепещущей теме, которая часто задает вопрос. Которого можно охарактеризовать, назвать вот так. Мультиметоды в языке Python. Вопрос, который я очень часто слышу от тех, кто начитался книжек, написанных на Джавесе, плюс-плюс. Задают вопрос такой. Скажите, а перегрузка функций в Python есть? Вот. Я обычно, ну, в зависимости от настроения, отвечаю разным. Вот. Варьируется от «зачем вам эта ерунда» да «слава богу, нет». На самом деле, разумеется, ни то, ни другое не является правильным ответом. Это, конечно, шутка. Но давайте мы с вами подумаем для начала, когда говорят о перегрузке методов. Что же, собственно, имеют в виду? Перегрузки методов в буквальном смысле слова в Python нет. Но я сейчас берусь обосновать, что перегрузка методов в том варианте, в каком мы обычно говорим, это же не что иное, как костыль, который призван обойти ограничение принципа статической типизации. Господа, давайте вспомним, что такое перегруженный метод, например, в языке C++. В языке C++ это означает следующее, что мы пишем класс. Ну, допустим, какой-то несущественный класс. В Java дела обстоят приблизительно так же. Ну, давайте я для порядка напишу public. Public. Вот. А дальше мы задаем какой-то метод. Ну, и, соответственно, начинаем с ним работать. Кстати, господа, я хотел бы обратить внимание, особенно тех, кто был вот у меня на второй части курса Python, что когда я вот сейчас написал какой-то текст и сказал, вот допустим, вот класс, вот метод. Я, в общем-то, вас обманул. Нет, ну понятно, что в языке C++ есть определенное правило, что мы объявление функции пишем в одном месте, а реализацию в другом. В данном случае это не принципиально. В питоне и в Java здесь была бы вся функция. Давайте эту условность C++ отбросим. Когда я вам пока тыкаю пальцем куда-то в текст программы и говорю, вот это метод, надо иметь в виду, что я строго говоря вру. Ну, давайте к этому еще вернемся чуть подальше. Ну, буквально через 2 минуты. Сейчас я просто хочу немножко обостановку задачи напомнить. Итак, в данном случае у нас есть, ну, будем называть это словом метод пока еще, который запускает какую-то задачу, при этом в качестве параметра берет имя задачи. Но мы-то с вами помним, что в языке C++ след за ним, ну, в языке C++. В данном случае, скорее всего, речь идет о массиве символов, завершающемся нулем. То есть текст задается в виде массива символов, а массив символов задается указательно на его начало. Следовательно, в данном случае это просто стандартный для языков C и C++ способ задания текста. То есть это по факту текст. Но ведь в языке C++ текст может задаваться не только так. Текст может еще и задаваться в виде переменной типа stdString. Да? И вот тогда возникает вопрос. Если мы создадим функцию, у которой тип данных constChart, то у нас могут возникнуть проблемы. Как ее вызывать, если у нас ими задано stdString? Да? Потому что с точки зрения C++ это разные типы данных. Они, естественно, друг к другу не сводятся. А у метода написано, у функции написано, что параметр должен быть вот такого типа. Поэтому что придумали все C++? Придумали, что мы рядом. Напишем еще одну функцию, которая будет называться так же. Ну и чтобы она была, соответственно, такая же, мы ее объявить должны вот так. И получается следующее, что если мы вызовем эту функцию, передав параметр, то есть, ну вот, метод, передав параметр типа constChart звездочка, то есть указатель на constChart, то вызовется первая из этих двух функций. Если типа stdString, простите, вызовется вторая. И вот это и называется перегрузкой, ну, C++ перегрузка функции, ну и перегрузка методов. Но давайте на минуточку подумаем, вспомним, что же такое метод и что такое функция. Я когда-то говорил, что функция и метод, вот существует такая легенда о том, что функция и метод, это якобы одно и то же. На самом деле, это две вещи, конечно, очень тесно связаны друг с другом, да? Конечно, отличить их друг от друга можно не вдруг, но тем не менее, это вещи все же разные. Господа, методом, давайте условимся, как бы вслед за всеми, что методом мы называем то действие, которое мы хотим выполнить. В данном случае запуск задачи. А функцией мы называем конкретную реализацию этого метода. То есть разница между функцией и методом примерно такая же, как между забиванием гвоздей и молотком. То есть метод реализован при помощи функции. Поэтому, когда я тыкаю пальцем куда-то в программу и говорю, вот метод, я говорю неправду. Я должен был бы по-хорошему сказать, вот функция, реализующая такой-то метод. Если я уже буду точно выражаться. Но, господа, я естественно, я не собираюсь вести холиваров на тему, чтобы все говорили правильно. Я тоже буду говорить, как все, называя функцию методом, но при этом я буду иметь в виду тоже, что все. Что то, что мы видим, это не метод еще, а функция, которую этот метод реализует. А метод присутствует в нашем понимании. То есть непосредственно методы, как таковые, в программе не написаны. В программе написаны только функции, реализующие методы. В данном случае, я хотел бы обратить внимание, разница существенна. Скажите, сколько методов мы здесь видим? Один. Один. Это метод запустить задачу. А функций сколько? Две. Так вот, мультиметодом как раз и называется метод, который реализован не одной функцией, а несколькими. Причем, каждый раз конкретная вызываемая функция должна выбираться автоматически. То есть программист, вызывающий метод, вообще говоря, не знает о том, но может только гадать, догадаться о том, какая функция будет вызвана. Во всяком случае, он этого явно не указывает. В данном случае выбор делается в зависимости от типа параметра. Кстати, какой параметр, вот name of task, в первой функции, какой по порядку параметр? Второй. Второй. Потому что у всех функций в языке C++ первый параметр это ZYS, указатель на тот объект, с которым мы работаем. По правилам C++ его не записывают, но он от этого никуда не делся. Он там все равно есть. Иными словами, выбор осуществляется по типу параметров. Второго в данном случае. Но ведь бывает и другой случай. Давайте мы в этом классе напишем еще один метод. Ну, например, вот такой. А теперь соорудим класс от него производный. Я сейчас пока продолжу несколько строк писать на C++, это нам будет удобно. Те, кто C++ не знает, а знает питон, в общем-то на питоне я написал бы похоже, но, конечно, перегрузки методов в питоне нет. Поэтому так в питоне не записать. Но в данном случае для нас существенная именно эта ситуация. Итак. А вот здесь господа, хочу обратить внимание, что вот такая запись в языке... Ой, только извините, я тут важную вещь не написал. Я же хотел производный класс сделать. А вот такая запись в C++, хотя и допустима, но логически некорректна. Получается, что у меня одна функция. Один метод реализован в производном классе двумя функциями. Одна функция у него своя, а вторая унаследована из базового класса. Причем, которую из двух выбирать непонятно. Нет, на самом деле в C++ есть на этот счет правила. Но обратите внимание, что эти правила носят чисто технический характер и не имеют определенного смысла. Просто это сделано для того, чтобы компилятор как-то работал в этом случае. Поэтому в языке C++ есть специальный дескриптор, называется virtual, который позволяет нам создать так называемый полиморфный метод. Кстати, во втором случае слово virtual нужно опустить. В языке C++ весьма осмысленно разрешается слово virtual указывать только в первый раз. Значит, итак, что такое полиморфный метод? Полиморфный метод – это метод, который определяет следующий. Мы вызываем, берем экземпляр, не зная точно какого он типа. Базового или производного. Как это сделать? Сейчас вопрос второй. В случае с питоном это очевидно, потому что мы берем любой экземпляр, имея его ссылку. C++ примерно так же. Мы берем экземпляр через указатель. Итак, если мы имеем в данном случае указателя в питоне ссылку на экземпляр класса какого-то из этих двух, то мы можем и не знать точно какого класса этот экземпляр. И вот в этом случае есть правило. Что если этот экземпляр на самом деле принадлежит классу майкласс, не важно, что мы думаем, главное на самом деле, то вызывается метод из базового класса. Если он на самом деле принадлежит производному классу, то вызывается метод из производного. Метод реализован двумя функциями. Метод один, функции две. Но выбор функции производится по типу первого параметра. В данном случае параметра this, который вот тут присутствует незримо. У функции count только один параметр this, который в c++ принято не записывать, ну и так далее. Вот. Так вот метод, который вот так реализован, где выбор идет по принципу самого объекта, не прочих параметров, а именно первого, он называется полиморфным методом. А виртуальным называется метод, которому разрешено быть полиморфным. В языке c++ такое разрешение должно быть выдано специально, указать дескриптором виртуал. А в питоне все методы являются виртуальными, но, разумеется, не все полиморфы. Может быть метод виртуальный, но не полиморфный. Это запросто. Но разрешение у нас могло быть, а мы им не воспользовались. То есть не стали подменять метод в производном классе. Но в c++ это различие не имеет особого смысла. Там если метод виртуальный, то он почти всегда полиморф. А в питоне, конечно, имеет, потому что виртуальные все методы, а полиморфные далеко не все. А вот теперь у меня вопрос. Ну мы все знаем, что полиморфизм в питоне есть. Всякая функция, объявленная в производном классе, подменяет ту же базу. И пишется примерно так же. Господа, вот теперь у меня вопрос. А чем принципиально отличаются полиморфные методы от перегруженных? Да в общем ничем. Ничем. И в том и в другом случае мы имеем дело с выбором конкретной функции по типу параметров, но только в одном случае это тип первого параметра, а в другом случае это тип остальных параметров. Так что разницы по сути никакой нет. Да? Но я даже больше того скажу. А представьте себе, что у меня есть следующая задача. Я хочу вычислить. Ну давайте, чтобы опять-таки далеко за пределом примером не ходить. Сейчас. Сейчас. Господи, что же я потерял эту мышку? Господа, извините, мышка потерялась. Здравствуйте, прошу вас. Так вот, чтобы далеко за примером не ходить, я хочу вычислить то, что называется функция Хэвисайда. Помните такую? Да? f от x и равна она чему? Она равна нулю, если x отрицательный и единица, если x не отрицательный. Вот такая вот функция. И представьте себе, что я написал какую-то функцию f от x, которая у меня возвращает соответствующее значение. Да? Но мне взбринзило в голову написать не одну, а две таких функции. Первая будет автоматически вызываться, если ее параметр отрицательный. А вторая будет автоматически вызываться, если ее параметр положительный. То есть я хочу из двух функций, реализующих один метод, выбирать функцию не по типу параметра, а по значению параметра. Скажите, чем этот случай принципиально отличается от перегрузки функций? Нет, функция две. Одна для положительных и другая. Вернее, метод один, да, а функция это две. Так в чем разница между этой ситуацией и перегрузкой функции? Ну а разница-то какая? Ну тип, ну значение. Это все равно, что я одного человека, не знаю, пропускаю по цвету волос, а другого по цвету глаз. Что, существенная разница? Господа, вот если мы работаем на языке C++, то разница очень даже существенная. Почему? Хотя, если там покопаться в потрохах компилятора, то выяснится, что она не такая существенная, как кажется. Но все-таки разница существенная. Дело в том, что язык C++ компилируемый язык. В таком случае у меня вопрос. Скажите, типы данных обрабатываются в какой момент? При компиляции программы или при исполнении? при компиляции. По крайней мере, по большей части. На самом деле, кто знает хорошо C++, мне скажут, что это не совсем так. Но тут ключевое слово не совсем. Все-таки в основном это так. Так вот, типы данных в C++ обрабатываются при компиляции. Поэтому перегрузка функций будет обработана компилятором. А вот, что касается выбора функции по значению параметра, то C++ здесь сложно. Потому что значение мы узнаем только во время исполнения. А во время исполнения у нас вызовы функции, с ними мы уже определились, какую функцию где вызывать. То есть, переиграть мы уже не можем. Нет, мы можем, конечно, но давайте будем считать, что не можем. Господа, почему не можем? На самом деле действительно не можем. Потому что если мы попробуем обойти это ограничение, то на самом деле мы напишем интерпретатор. То есть, в рамках компиляции обойти это ограничение нельзя. Вот. Те из вас, кто придет на курс по библиотеке Qt, там как раз сделана попытка обойти это ограничение в C++. И я вам там покажу пальцем конкретно те места, где написан собственный интерпретатор внутри библиотеки C++. Вот. Это не всегда бессмысленно, но этот случай мы рассматривать не будем. А вот в питоне ситуация существенно иная. Питон ведь язык интерпретируемый. Даже тут не так важно, что он с динамической типизацией. Он язык интерпретируемый. А следовательно, выбор функции по типу ничем существенно не отличается от выбора функции по значению. И то делается при исполнении, и то при исполнении. Следовательно, за программирование вот такой кусочной линейной функции, я просто взял самый на поверхности лежащий пример. Ничем в питоне существенно не отличается от перегрузки функций по типу. Должен сразу предупредить. Последние версии питона, версии 3.7 по-моему, существует декоратор, который называется вот так overload. но хочу обратить особое внимание, что в питоне этот декоратор перегрузки функций не делает. Это важно. Я как раз вот недавно еще раз перечитал этот момент. Декоратор overload не делает перегрузки функций. Дело в том, что в последних версиях питона существует возможность выполнения так называемой статической проверки типов. Сразу, господа, скажу, статическая проверка типов в питоне полезна лишь в очень редких случаях. Я всячески вас предостерегаю от того, чтобы вы придавали ей существенное значение. Такие случаи бывают, не спорю. Поэтому иногда ее отсутствие в питоне нас несколько стесняло. Но все же это исключение из правил. Поэтому мы сейчас будем исходить из того, что мы проверяем тип параметров лишь тогда, когда нам это надо. А когда это нам не надо, мы его не проверяем. Причем, как правило, это нам не надо. Поэтому теперь давайте посмотрим, как мы можем попробовать реализовать. Вот, кстати, по этой причине, что перегрузка функций ничем принципиально не отличается от выбора функций по другому критерию. Например, может быть, кстати, и такая ситуация. Создали метод, реализованный двумя функциями. Причем одна функция вызывается по воскресеньям, а другая в остальные дни и недели. То есть вообще по какому-то левому критерию идет выбор. Обратите, пожалуйста, внимание, что ввиду того, что эти все ситуации по сути ничем не отличаются. Больше того, даже полиморфизм тоже от них ничем не отличается. Кроме одного. Полиморфные методы отличаются от всех прочих тем, что они исключительно часто встречаются на практике. Поэтому их реализация как это отдельная, особая, как это сделано во всех языках, и в питоне, и в C++, это разумно. Но остальные случаи, ну и больше того, полиморфные методы не просто исключительно часто встречаются на практике, но еще и поддаются общим правилам, описанию общими правилами. А вот что касается всех прочих случаев, они описанию общими правилами практически не поддаются. Поэтому мы их объединим под общим названием мультиметод. Ну как и все объединены. Значит мультиметод это случай, когда один метод реализован несколькими функциями, а выбор между конкретной функцией делается без участия вызывающего. Давайте посмотрим, как это можно реализовать в языке питом. Для начала и давайте я покажу вам два простейших случая. Один случай, когда мы параметр выбираем по типу, второй по значению, функцию, по типу, второй по значению. Если не успею, тогда я покажу это уже на курс. Нет, господа, к сожалению, вот эту тему на курсах я подробно не рассказываю, но найду вариант показать как еще. Итак, давайте я сейчас запущу интерпретатор в интерактивном режиме. Командная строка, где она у нас. Итак, я запущу в интерактивном режиме интерпретатор. Все время забываю про этот шрифт. И давайте создадим здесь простенький класс. с одним единственным методом. А в питоне параметр self в отличие от this в c++ пишется, хотя и в c++ он никуда не делался. и так вот класс. Теперь я создал экземпляр этого класса. виноват. мы с вами знаем, что если мы попробуем написать функцию без круглых скобок за ней, это будет означать не вызов функции, а что? ссылку ссылку на функцию. Итак, вот у нас ссылка на функцию. Но давайте посмотрим повнимательнее кое на что. у нас в классе myclass имеется функция, пока про методы говорить вас стережемся, имеется функция print. То есть у нас имеется функция myclass.print. Ой, функ, извините, функ. Обратите, пожалуйста, внимание, что она нам показалась как обычная функция. здесь только по косвенным признакам можно понять, что эта функция реализует какой-то метод. Скажите, если я захочу эту функцию, ссылку на эту функцию присылать какой-нибудь переменной, я смогу это сделать? Нормально. А если я теперь захочу функцию вызвать по ссылке, как я это должен сделать? Сколько параметров я ей должен передать? Два! Считаем пальцем self A значит, я должен написать вот так. Да? Функция вызвалась. Но ведь мы-то с вами знаем, что мы с вами вызываем функции из класса не так. Что на самом-то деле мы функцию вызываем вот так. Да? Но давайте посмотрим повнимательнее, что тут происходит. стоп, тут не все так просто. Вернее, оно просто, но не все так прямолинейно. Логично рассуждаем, мы можем написать вызов функции без круглых скобок. В этом случае по логике это должно быть ссылка на функцию. Давайте-ка посмотрим. прошло? Что такое z? Да, это функция, у которой зафиксирован первый параметр. Сколько параметров у функции z? Один. Совершенно верно. если я ее хочу теперь вызвать, но только не так, конечно, а вот так, она будет вызван. То есть теперь у функции z зафиксирован первый параметр. Осталось задать только второй. Это хорошо нам известная операция замыкания, которая применяется для функций. можно ту же самую операцию проделать и так. Да? Смотрите, что будет. Нормально? Что произойдет, если я сейчас вызову функцию? Она в соответствующий список добавила. Иными словами, в языке Python точка на самом деле означает операцию замыкания. Привязки первого параметра к функции. Стало быть, если мы хотим реализовать мультиметод, нам нужно реализовать две вещи. Нам нужно реализовать корректную операцию замыкания и операцию вызова метода. давайте посмотрим, как это можно сделать. Давайте посмотрим, подожди. Спасибо. Спасибо. Я создал файл, который назвал multimetод.py. Ну, ритуал есть ритуал. И вот здесь давайте вспомним. Я создам класс. Но только не тот, которого у нас будут объекты, а вспомогательный класс. Мультиметод я буду делать следующим образом. Ну, давайте только я назову его не мультиметод, а давайте так, чтобы слово overload не использовать. Я назову его by type. Вот так. Ну, потому что слово overload все-таки есть в стандартной библиотеке. Поэтому давайте не будем его в сую поминать. Вот. Я сейчас пока подумаю. Подумаем сейчас, что тут писать. Давайте для начала подумаем, как мы хотим его использовать. Вот здесь вот уже будет наш класс. MyClass. В котором будут мультиметоды располагаться. Ну, копипаст великий, могучий. Итак. Я хочу сейчас написать мультиметод следующим образом. Что, чтобы он выбирал нужные функции, ну, из нескольких функций одну, по типу ее одного-второго параметра. Ну, может быть и больше параметров, но она будет обращать внимание только на один. Ну, тот, который сразу после сет. А если ни один тип не подойдет, будет вызывать некую функцию по умолчанию. Да? То есть, иными словами, я хочу, чтобы было так. Господа, позвольте, я сейчас не буду эту программу запускать. Я покажу вам сам принцип в подходе. Доделаете вы ее уже сами. Ну, тут могут быть какие-то другие параметры, но нам это сейчас не важно. Вот одна функция. И это будет вариант по умолчанию. Вариант по умолчанию я задам так. То есть, я напишу декоратор, который у меня эту функцию подменит на экземпляр класса ByType. Теперь вторая функция. Которая будет вызываться в случае, если а имеет тип int. А это будет вызываться, если переменная а имеет тип str. В дальнейшем я создам экземпляр класса MyClass. И вызову метод xMet1. Вот здесь я вызываю уже метод. Потому что я вообще говоря не знаю, которая из функций будет вызвана. Могу только гадать. Если я не вижу описание классов, то я не знаю, какая функция будет вызвана. Поэтому в строке 23 я вызываю уже метод. Итак, я хочу сделать так. Ну и давайте до кучи. В последнем случае я передаю список. Хочу, чтобы в первом случае вызвалась первая функция. Вернее, вторая функция. Во втором случае третья функция. А в третьем случае первая. Но давайте вспомним, что точка означает операцию замыкания. Значит, первонаперво я должен обеспечить, чтобы корректно отработала вот эта часть. Вот. А уже только после этого позаботиться о том, чтобы корректно был произведен вызов. Поехали. Итак, пишем наш декоратор. А вот это будет список пар, список кортежей. Где первым параметром будет тип, а вторым функция. Теперь регистр. Ну только я, конечно, забыл тут написать self. Это декоратор с параметрами, поэтому писать его будем в два приема. И написан он будет вот так. Обратите внимание на двойные скобки, потому что добавляем мы кортеж. Ну, соответственно, return self, а здесь return rec. Ну, это типичная запись декоратора с параметрами. Которая добавит в список еще одну функцию. Господа, операция замыкания выполняется в питоне при помощи стандартной функции, специальной функции. Называемый get. То есть, когда мы ставим точку. И хотим получить доступ к атрибуту данного экземпляра. Да? То вызывается вот эта функция get. Причем self это ссылка на мультиметод. То есть, на экземпляр класса byType. А instance это ссылка на тот экземпляр, которому этот метод принадлежит. На экземпляр хозяина. Owner это ссылка на тип экземпляра хозяина. Поступим здесь так, как мы поступаем обычно. Если self instance из нам return self. Это означает, что мы хотим получить доступ. Не выполнить операцию замыкания. А получить доступ к самому мультиметоду как таковому. К объекту мультиметода. А вот если мы хотим выполнить операцию замыкания, то нам потребуется дополнительный класс. класс byType.Bound. И чтобы создать этот объект, нам нужно три параметра. Вот, собственно, примерно те же, которые у нас есть в классе byType. Ну, давайте я здесь тоже напишу other, чтобы они совпадали по именам. В данном случае их надо тут просто сохранить. Ой, извините. А за это будет список. А за это будет список. Ну и, соответственно, понятно теперь, что вернуть здесь. return byType.Bound, self.default, self.other, self. А, нет, просто instance. Вот, готово. Операцию замыкания мы реализовали. Только, господа, вот здесь вот я self с точки написал не к делу. Правильно будет вот так. Итак, теперь, после того, как мы написали вот это. Вот эта операция у нас должна выполняться корректно. То есть, x.met1 мы получаем ссылку на связанный мультимет. То есть, операция замыкания выполнена. Теперь нужно его вызвать. Давайте напишем метод, который выполнит, собственно, вызов метода. Скажите, в каком классе его надо писать? В верхнем или в нижнем? В верхнем. Мы вызываем метод уже после замыкания. Замкнутый, привязанный. 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 Да, осуществляется через стандартный метод call. Стандартный специальный метод call. Первый параметр a. А остальные параметры мы не знаем. Могут быть какие угодно. Ну, а дальше, господа, все легко. О, смотрите. Нам надо просмотреть список, который у нас обозначен словом other. Посмотреть, не найдется ли там подходящий метод. И если найдется, вызвать соответствующую функцию. Поехали. For. A type. Запятая function. Я напомню, что other это у нас список кортежей. In self other. Дальше мы должны проверить. Параметр a. Этого типа или нет? Легко. Если a, ой, виноват, is instance, a, запятая type, то в этом случае надо вызвать функцию function. Правильно? Поехали. Return. Function. Скажите, функция function связана или нет? Над функцией function операция замыкания не проведена, потому что вот она в классе. Да? Поэтому вызывать ее надо вот так. Self. Два подчеркивания instance. Два подчеркивания. A. Args. Tv. Args. Готово. Наконец, если мы дошли до конца и ничего вызвано не было, тогда я попишу по правилам питона. Обратите внимание, что else относится к команде for, а не к команде if. Return. self-default, self-instance, a, args, kv.args. Готово. А, собственно, все. Можно радоваться. Функция call осуществит выбор нужной функции и вызовет ее. В данном случае сказать, что она осуществит выбор нужного метода, будут ошибки. Потому что они все эти функции реализуют один. Ну, спорта, вот тут хочу обратить ваше внимание, с такой же легкостью можно реализовать логику выбора нужной функции, какую угодно. По типу, по значению можно даже посмотреть модуль data time и посмотреть, какой сегодня день недели. Можно скачать из интернета текущий курс доллара и в зависимости от этого выбрать нужную функцию. Правда, последнее вряд ли кому-нибудь придет в голову делать в здравом уме таким способом. Но насчет интернета и курса доллара, это, конечно, если кто-нибудь и вправду реализует мультиметод так, то это будет скорее говорить о низком уровне психиатрии вместе с его жительством. Да, но это, я думаю, понятно почему. Но, но, а вот если он таким способом реализует мультиметод, который считывает, например, показания датчика, датчика влажности, то это будет очень даже разумным. Ну, по крайней мере, не исключено. Ну, как минимум, это достойно обдумываю. Понятно, датчики бывают разные, условия разные, так что тут однозначно сказать нельзя. Поэтому это не так уж и глупо. Итак, господа, вот на самом деле это все, что я хотел вам показать. Я думаю, что идея мультиметодов и их реализация в питоне более или менее стала понятна. А также стало понятно и то, почему перегрузки методов в питоне нет из коробки. И почему добавленный в питон декоратор оверлоуд на самом деле не выполняет перегрузки методов. На самом деле можно, конечно, сделать вот этот вот декоратор байтайпы более интеллектуальным. Например, учтя тот факт, что в питоне, начиная с, там не помню с какой версии, имеется возможность указывать тип вот так. Да? И раз так, то мы можем указывать тип, выполнять перегрузку методов, не указывая тип в качестве параметров в декораторе, а указывая, а посмотрев, какой тип указан в комментарии, ну вот здесь вот функция. Да, это можно. Но, господа, на мой взгляд, ну не то, чтобы оно того не стоит. Я попробовал как-то раз. Это привело к тому, что сам класс декоратора оказался довольно сложным. Но мне кажется, что раздумья на эту тему просто не имеют смысла по одной причине. Потому что выбор функции по типу значения параметра ничем не отличается от выбора по любому другому критерию. А раз так, то городить огород незачем. Хотя, разумеется, воля ваша. То есть ничего плохого в этом не будет. Ну и, господа, последнее замечание. Пожалуйста, статическая проверка типов, которая в последнее время введена в одну из последних версий питона, конечно, не является вещью вовсе бесполезной. Конечно, определенную пользу приносит. Но очень прошу не сбоупотреблять. Все-таки питонный язык с динамической типизацией. А значит, динамическая типизация там рулит. Хотя, разумеется, бывают случаи, когда статическая проверка типов нужна и вправду. И эти случаи, кстати, должен сказать, среди них встречаются весьма важны. Поэтому сказать, что это сделали зря, я, наверное, не скажу. Но, тем не менее. Господа, если есть ко мне какие-нибудь вопросы, я попробую на них ответить. А вот если мы делаем, например, значение, то мы будем по дефолтной функции указывать... Ну, начнем с того, что дефолтной функции у нас может и вовсе не быть. Да, это понятно. Да? А как ваша фантазия подскажет? Поймите, мультиметоды в питоне полностью в руках программиста. Что мы тут нафантазируем, то у нас и будет. Поэтому каких-то общих правил здесь нет. Я, например, могу написать функцию так, что при значениях параметра от 2 до 5 будет одна функция. Метод, вернее, написать. От 5 до 7 другая функция, а во всех прочих случаях третья. Ну, первая. Например. А могу написать так, что от 2 до 5 одна функция, от 5 до 8 другая, а во всех прочих случаях выбрасывается исключение. Там получается, что будет, например, если там в составах, и будет, например, а больше нуля? Нет, ну там, конечно, буквально написать а больше нуля мы не можем. Да? Ну, мы, например, можем написать здесь диапазон 0,15. Да? Или, но это, правда, уже совсем извращение. Можно написать здесь функцию, которая выполняет проверку. А кто мешает? А кто мешает? Например? Да? А, вот смотрите, так как реализовал это я, так как это я сейчас сделал, функции будут проверяться ровно в том порядке, в каком они перечислены в классе, за исключением того, что дефолт будет применяться последний. Посмотрите, ведь они же, вот эти декораторы, вызываются именно в этом порядке. Сначала этот, а потом этот. Стало быть, в список они добавляются тоже именно в этом порядке. Вот, видите? Иными словами, в моем случае функции будут выбираться в том порядке, в каком они перечислены в классе. Но ничто не мешает вам задать другой порядок. Например, вплоть до того, но я, правда, тут надо, наверное, это я в порядке бреда скажу, да? Ничто не мешает написать мультиметод так, что если у вас выполняются оба условия, то вызываются обе функции. Только, господа, я скажу сразу, что то, что я только что сказал, прошу, по крайней мере, временно считать чушью. Потому что метод подразумевает, что вызывается одна функция все-таки, да? Если вызываются их две, это уже как-то вот что-то странное. Но, как бы, если вы придадите этому какой-то смысл и ответите мне на вопрос, что это значит, то я немедленно свои слова про чушь возьму назад. Пока такого ответа нет, это считается чушью. Так что, пожалуйста, вот функция call, как хотите, так и выбирайте. Понимаете, именно поэтому в питоне ничего похожего нет из коробки. Потому что это не предмет изучения, это предмет созидания. Ничто нам не мешает таких вот классов мультиметодов насоздавать в обо. Другое дело, что надо иметь в виду, что, конечно же, в данном случае мы принципиально и существенно пользуемся тем фактом, что питон интерпретируемый язык. А раз так, то, конечно же, за это пойдет плата в виде того, что это будет работать медленно. Поэтому я попрошу такие финты ушами делать достаточно аккуратно. Ну, например, я использую такую возможность при написании веб-приложений для того, чтобы вызывать один метод, если запрос сделан, вернее, одну функцию. Если запрос сделан методом get и другую функцию, если запрос сделан на тот же адрес, но методом post. Ну, типичный пример, когда мультиметод так будет полезен. Мультиметод так будет полезен. Да, конечно. Да, господа, я надеюсь, что запись этого семинара будет у нас на канале Специалист ТВ. Она будет у меня на нашем сайте, если вы найдете мою физиономию, не испугайтесь. То там есть раздел «Видеозаписи преподавателя». Да, там этот ролик тоже должен быть выложен. А равно попрошу посмотреть, ну, как бы, призываю посмотреть записи семинаров других преподавателей. Итак, господа, если есть вопросы, я постараюсь, еще вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, а так, короткий разговор на животрепещущую тему, мы на этом закончим. Нет, вы знаете, четвертая часть курса к концу года не будет сделана. К концу 2018 года. Но я думаю, что он будет в начале 2019. Я, по крайней мере, очень-очень-очень-очень попрошу, чтобы такая возможность у нас была. Ну, вы знаете, на самом деле он был бы уже, ну, просто форс-мажор. Просто там получилась такая ситуация, что была группа большая, а преподаватель заболеет. И не смог поехать провести занятия. Деваться было некуда. Я поговорил с нашим учебным отделом, они мне говорят, все понимаем, но если мы перенесем курс на месяц, это будет плохо. Если мы отменим эту группу, это будет очень плохо. К сожалению, да. Он тянется уже полгода. По этой причине я, как бы, очень отбрыкивался, очень пытался все сделать, но увы. Ну, могу только сказать, приложу все усилия. Ладно, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.